Городские улицы проверили на радиацию. Информационный центр по атомной энергии организовал велопробег. Его участники вооружились дозиметрами и проехались по Владимиру. Как выяснилось, в районе факела и на железнодорожных путях, вопреки народному мнению, все в порядке. Где в городе фиксируется опасное излучение и почему фонят памятники, узнал Илья Лобов. Идея проверить городские улицы на радиацию появилась полтора года назад. Тогда велопробег вызвал огромный интерес среди горожан, поэтому его решили повторить в более широком формате. В этом году, помимо Владимира, к акции присоединились еще 12 городов. 33 регион принимал эстафету от Екатеринбурга и Челябинска по видеосвязи. Участники разделились на группы. У каждой свой маршрут. Они проложены так, чтобы можно было охватить весь город. Мы пытались затронуть те точки, которые интересны гражданам. Например, памятники, интересный сквер, фонтан, где часто бывают люди, где гуляют. И интересно, вот в этих общественных местах, где большой поток жителей, все ли хорошо или нет. Принять участие в атомном велопробеге мог любой желающий. Все, что требовалось – велосипед и свободное субботнее утро. Акция собрала около 20 человек. Это студенты, экоактивисты и ребята, неравнодушные к проблемам окружающей среды, решившие соединить приятное с полезным. Люблю велосипеды, я люблю кататься. Кроме того, я слежу за окружающей средой. Я считаю необходимым проводить такие акции. Ну, во-первых, потому что это позволяет молодежи выбраться вместе, скооперироваться, просто провести время друг с другом, обрести новое знакомство. Ну и, конечно же, это позволяет нам следить за окружающей средой, за уровнем радиации. Вооружившись дозиметрами, велосипедисты отправились по маршрутам. Одна из первых точек – торговый центр «Грант». Здесь все в норме. Прибор показал 12 сотых микрозиверт в час. Нормальный радиационный фон для черты города. В районе Белого дома излучение немного выше, но тоже в пределах стандартных показателей. А вот у памятника на площади Ленина дозиметр начал слегка зашкаливать. Специалисты призывают не волноваться. В прошлый раз было то же самое. Повышенный фон вызван естественными процессами. 0,46 микрозивертов в час. Это примерно в три раза больше, чем на предыдущих точках. И связано это с тем, что памятник Ленину облицован очень хорошим качественным гранитом. А гранит содержит примерно, ну, чуть-чуть совсем природного урана. Поэтому уровень радиоактивности у него и выше, чем у других, ну, каких-то вот горных пород, условно говоря. При этом, ну, как мы помним, в Петербурге почти все облицовано гранитом. И наши питерские коллеги посчитали, что для того, чтобы получить минимальную дозу облучения опасного для здоровья, надо, например, 28 лет без перерыва пообниматься с медным всадником, который также стоит на большом пуске гранита. Поэтому цифра в три раза больше, но это тоже норма. Памятник Ленина оказался самой радиоактивной точкой во Владимире. Слегка завышены показатели на князь Владимирском кладбище и лестнице у драмтеатра. Причина та же самая – облицовка гранитов. Что касается Ленинского района, он может считаться самым чистым, отчитались участники пробега. Вопреки опасениям жителей, ни на одной из точек вредного излучения не обнаружилось.